На волоске от смерти в Харькове больным сахарным диабетом перестали выдавать рецепты, по которым те бесплатно получали инсулин. Аптекам больше не компенсируют стоимость препаратов. Кто и почему не дает денег, выясняла Светлана Шикера. У нас есть наличие инсулина разные. Есть в кадрах, в лаконах. Холодильник этой аптеки забит препаратами инсулина. Но если раньше диабетики могли получить их бесплатно, предъявив рецепт врача, то теперь только купить. Владимир Харченко с детства принимает этот жизненно важный для него препарат. Говорит, что сейчас живет как на пороховой бочке. Запасы заканчиваются, а рецепты на бесплатный инсулин врачи не выдают. Мы остались под ситуацией, или покупайте, или доживайте, или умирайте. Стоимость инсулина очень большая. Где-то в районе 1200 гривен. С пенсии 1412 гривен. Нет такой возможности купить. Врач-эндокринолог из поликлиники, куда ходит Владимир, подтверждает, бесплатного инсулина нет. Сейчас мы не даем рецептов в силу отсутствия финансирования. Как давно эта ситуация уже выросла? Четвертый месяц. Ситуация критическая, рассказывает главврач поликлиники. Государство выделило на компенсации за инсулин меньше половины от необходимой суммы. И вот в июле деньги закончились. Мы объясняем людям, мы пишем, мы стараемся перевести их на более дешевые инсулины. Но это делается только в стационарах. Но они все это и могут сделать, они все это понимают. В Харьковской обладминистрации удивлены жалобами пациентов. Уверяют, по их расчетам, денег должно было хватить до осени. Это, возможно, какие-то единичные случаи, но мы разберемся по каждому конкретному случаю. А вот в Минздраве разводят руками. Мол, государство дает только часть денег на программу компенсации за инсулин. Остальное должны добавлять местные власти. Есть централизованные деньги, есть деньги, которые выделяются из Киева. И есть деньги, которые выделяются каждым департаментом окрема. Та часть, которую выделяет Киев, она была выделена своя часть. Пока чиновники определяются, кто, когда и сколько денег должен выделить на обеспечение диабетиков бесплатными лекарствами, люди выживают как могут. Покупают за свои и даже перезанимают друг другу остатки жизненно важных препаратов.